Для меня совхусом Неленина это не просто место, в котором есть прекрасные детские сады, школы, места для отдыха с детьми. Для меня это прежде всего история. История о том, как простые люди, приехав сюда, смогли сделать из этого места свою мечту. Мои бабушка и дедушка приехали сюда в 1972 году, когда здесь еще не было ничего. Здесь была маленькая амбулатория, начальная школа, здания, в которых не было обустроено толком даже никаких удобств. И они начинали здесь делать все с нуля. Они строили будущее своими руками, они надеялись, они хотели, они верили в то, что они ответственны за свою жизнь. Сейчас нас от них очень сильно отличает именно эта черта. Конечно, все привыкли к тому, что за них сейчас все решают, что вокруг формируется вот эта вся социальная благоприятная обстановка. И, знаете, даже спасибо-то никто не говорит толком. Но Павел Николаевич и не ждет спасибо. Я вижу каждый раз еще с детства, когда я была маленькая, когда он приходил на все утренники, какие-то мероприятия школьные, как он просто радовался. Когда были конкурсы, я участвовала в районных конкурсах, он приезжал просто поболеть за свою односельчанку. Он радовался, когда была презентация, я рассказывала что-то о совхозе, о том, как происходит жизнь в совхозе, о том, сколько совхоз приближается к празднованию юбилеев. И как горели его глаза в этот момент, он просто действительно радовался за это место. Можно сколько угодно перетирать какие-то подробности его жизни, относиться к нему определенным каким-то образом и пытаться анализировать его как личность. Но для меня в первую очередь мужчина — это поступки. Такие люди, как Павел Николаевич и Елена Ивановна, не делают что-то от выборов к выборам. Они работают каждый день для того, чтобы мы жили так, как живем сейчас. Они относятся к этому месту так, как к дому. Так же, как относились мои бабушка с дедушкой, так же, как относились многие те молодые люди, приехавшие сюда, отстраивающие это место с нуля. Все ждут какого-то лидера, который возьмет на себя ответственность и вот пойдет, и всем скажет, что надо делать. Конечно, люди решают сейчас, что Павел Николаевич должен с ним разобраться, должен что-то возглавить и так далее. Но мы же знаем прекрасно, какая ситуация происходит сейчас в его жизни. И это колоссальное давление, которое он испытывает на протяжении уже многих лет. Сейчас ситуация настолько патовая, что, я думаю, пришло время нам что-то сделать тоже. Какой-то один человек может вершить историю и может что-то менять, но это настолько идеалистичный сценарий, который, опять же, списывает всю ответственность с нас. Я считаю, что так быть не должно. Мы трубим след о том, что вот надвигаются серьезные изменения, о том, что будет происходить, о том, что изменения в структуре округа будут влиять на нас, о том, что рейдерский захват будет напрямую влиять на жизнь поселения. Поскольку это медленное такое вываривание, то люди в этом, во всем продолжая существовать, они не замечают, как эти изменения покрупиться, покрупиться, понемногу настигают их дома, их квартиры, их семьи. И я думаю, что проблема в этом, потому что в долгосрочной перспективе думать не хочется. Ты понимаешь, что вот здесь и сейчас я живу, у меня все хорошо, а зачем я буду сейчас тратить свое личное время, как эти активисты, которые бегают, что-то там делают, пишут, не спят ночами, зачем я буду это делать, если у меня и так все хорошо. Существует такая старинная притча от лягушки, которую варили в молоке на медленном огне. И мы сейчас очень сильно напоминаем эту лягушку. Сейчас многие отвернулись и устали. Устали от того, что эта ответственность колоссальная, которая на нас давит. Мы не знаем, что с ней делать. Мы не знаем, как бороться. Мы не знаем, как отстаивать себя. Но важно делать. Важно не забывать о том, что мы ответственны за наше будущее. Каждый наш шаг, каждая попытка прибавляет одного думающего человека. Еще месяц проходит, и прибавляется еще несколько активистов, которые что-то готовы делать. Которые вдохновляют других, которые уже немного выдохлись и устали. И нужно продолжать. Это очень важно. Важно продолжить. И важно не опускать руки и создавать дальше эту информационную волну. Для меня вообще совхоз в разрезе данной ситуации, социально-политической, он не является каким-то уникальным примером. Потому что действительно ведь много поселков, городов существует. Существует точно такой же реальности с точки зрения взаимодействия власти, отношения власти к людям, к тому, что происходит непосредственно на этой территории. Просто мы, как единица, защищенные вот этим социальным оптимизмом, защищенные вот этой вот прекрасно слаженной командой работы администрации поселка и нашей замечательной ЗАО, мы были ограждены от этого. И всё, что происходило, это абсолютно не заслуга людей, которые сейчас здесь живут. Ну, то есть в большинстве своём. Когда эта структура начала шататься, то мы попали в ту же ситуацию, как и вся остальная страна. И сейчас у нас все рецепты те же самые. Как и для других поселений, это опять же идти и добиваться того, чтобы нас услышали. Интересоваться, рассказывать соседям. Не думать о том, что кто-то придёт и сделает это за нас. Потому что, да, в совхозе зажрались, конечно. Есть такое ощущение, и то, что люди не хотят ничего видеть и не хотят ничего делать. Но в других местах тоже ведь не хотят ничего видеть и ничего делать. И живут намного хуже, чем здесь. Мы можем сейчас уповать на то, что да, надо кардинально изменить курс. И мы можем покивать и сказать, да, курс нужно изменить кардинально. Всё, что происходит сейчас, неправильно, неправомерно и так далее. И с этой мыслью прекрасно пойти дальше на работу, заниматься своими делами, понимая всё то, что происходит. Это уже, в принципе, неплохо, само понимание. Но главное — осознание того, что я могу сделать сейчас. И вот сейчас самое важное — это взаимодействие друг с другом. Это координация наших общих действий. И с каких-то вещей, которые отнимают нас буквально минуту времени, все те видеоролики, которые нам предлагают и которые мы просматриваем в сети, ведь просто поставить лайк, написать комментарий — это уже огромная поддержка. Это поддержка не только для каждого конкретного человека, но и колоссальная поддержка для тех людей, которые двигают это всё вперёд. Потому что понимая, что тебя поддерживают люди, понимая, что ты идёшь правильным путём, это огромный стимул для того, чтобы делать больше для этих людей, для себя и для своей страны в целом. Слишком мало людей, которые сейчас противодействуют. Слишком мало людей, которые готовы пойти вперёд и что-то делать. Я была одной из тех, которые тоже на выборы не ходил. И не воспринимала это абсолютно всерьёз. И никогда не задумывался о том, что моё участие может как-то в этом повлиять. Но для меня именно рассказы о политике и всей этой ситуации, они сначала вызывают такое оцепенение. И вот это всё оцепенение, которое происходит от тон информации, которые на тебя вдруг наваливаются. Естественно, реакция психики — это от этого огородиться и защититься. И я так же, как и многие, это делала в своё время. Но почему для меня вот конечным таким толчком было то, что для меня совхоз — это не просто место, это действительно мой дом. И когда мой ребёнок проходит здесь и говорит, «Мама, как же хорошо у нас в совхозе. Мне так нравится здесь быть. А какие у нас красивые поля». И просто это идёт и говорит мне пятилетний ребёнок. И у меня сжимается всё внутри, и я просто понимаю свою колоссальную ответственность перед ним за то, чтобы здесь всё было так, как нравится ему. Всё то, чем он восхищается, для меня — это крайне важно. И я не могу просто не делать ничего, чтобы это сохранить. Я, превозмогая вот эти все свои неприятные ощущения от вот этих копаний ежедневных в политике, о сопоставлении фактов, об вот этом всём цинизме, который происходит сейчас, я каждый день, преодолевая себя, встаю и думаю о том, что ещё и сегодня я могу сделать. Потому что ощущение того, что вот сейчас тот дом, то место, по которому ходит мой ребёнок, улыбаясь и радуясь, может превратиться в ничто, для меня является огромной мотивацией и двигает меня к тому, чтобы не быть безразличной. и помочь. Продолжение следует... Продолжение следует...